Граница США и Мексики. Ночь. Тихуана. Знаменитая стена Трампа освещается прожекторами и охраняется пограничной службой США. И нет здесь даже намека на то, что вообще кто-то проскользнет. Однако в это самое время на глубине 21 метр под землей идут караваны нелегальных иммигрантов, которые заплатили за помощь не менее 10 тысяч долларов. Им душно, страшно. 1,3 километра пути в компании представителей самого страшного и опасного мексиканского картеля Эль Чапо. И здесь переправляют не только наркотики и оружие, но и девушек из Гондураса и Гватемалы, которые будут жить в рабстве в США без документов и работать в борделях. И это не сюжет провальной франшизы Рэмбо «Последняя кровь со стариком Сталлоне» в главной роли. Это реальность. Так выглядит нелегальная эмиграция в США через Мексику. Human traffic. 29 января 2020 года. Пограничники США обнаружили самый длинный контрабандный туннель на юго-западной границе. Туннель соединяет калифорнийский Сан-Диего и мексиканский город Тихуана. Согласно отчету агентства, длина туннеля составляет 1,3 километра. Высота 1,7 метра. Ширина 60 сантиметров. Он проходит на глубине до 21 метра. Туннель пересекает под землей знаменитую стену Дональда Трампа, которая должна была стать преградой для контрабанды из Мексики. Кстати, несколько дней назад со стеной случился казус. Мы расскажем об этом веселом случае в будущем. Туннель полностью обустроен. Имеются лифт, рельсы, вентиляция, высоковольтные электрокабели, сложная дренажная система. Пограничники были удивлены сложностью подземных строительных работ. Теперь, согласно американским законам, власти Мексики должны залить туннель бетоном со стороны США. С 2006 года США обнаружили уже 15 сложных контрабандных туннелей на границе с Мексикой. Использовать или не использовать подобный путь – решать вам. Но такие варианты вне закона. И не имеют ничего общего с легальной подачей на убежище. Кроме того, оказавшись в Штатах нелегально, по новым правилам, вы не сможете легализоваться в будущем, даже находясь на территории США. Интересно, как легально и безопасно эмигрировать в США через Мексику и получить грин-карт? Напишите нам в комментариях, что вы об этом думаете.